Продолжение следует... 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 Но опасность в тот момент заключалась в том, что в определенной степени богословие вращалось в своем собственном кругу и не подвергало сомнению секулярные знания в том, что касалось секулярной философии или секулярных оценок культуры и политики. Богословие просто отказывалось признать, что эти области каким-то образом входят в сферу его ответственности. Можно пойти даже дальше и сказать, что в действительности протестантизм и бартианство представляют собой две различные формы пост-кантианства. Таким образом, если культурный контекст в наших дней сильно изменился, то, я полагаю, богословский контекст изменился еще сильнее, поскольку наследие немецкого протестантизма не представляло достаточно адекватных средств для критики секулярной культуры, в которой сейчас, как кажется, есть нужда. С одной стороны, у нас была либеральная теология посредничества, а с другой — бартианское богословие, по сути, отказывающееся от идеи посредничества, но и реально не вступающее в критические дискуссии. А в наше время, судя по всему, людям нужно что-то вроде критической теологии посредничества. Полагаю, сказав это, я могу перейти к следующему значительному сдвигу — одновременно конфессиональному и географическому. Как мне представляется, прошли те времена, когда в богословии преобладали протестантизм и немецкая интеллектуальная традиция. И это невероятно забавно, потому что во многих отношениях, если посмотреть кругом, может показаться, что именно протестантизм растет и развивается, например, в Латинской Америке. Но зачастую он развивается совсем не в богословском смысле или развивается среди людей, которые считают, что богословие им на самом деле не нужно. В некоторых случаях мы обнаруживаем, что когда люди, выросшие в определенной традиции, начинают размышлять о ней и желают ближе соприкоснуться с христианской традицией в целом, они двигаются в направление, которое я бы назвал постпротестантизмом или панкатолицизмом. Так что сейчас очень характерно, к примеру, для американских протестантов, которые учатся в университетах, где 40 лет назад они никогда не стали бы заниматься Фомой Аквинским или отцами церкви. Так вот, напротив, они сейчас в гораздо большей степени готовы признать, что это часть их христианского наследия. В конце концов, если вы настаиваете на авторитете Библии, вам вовсе не обязательно останавливаться на том, что Лютер и Кальвин — окончательные авторитеты в истолковании Библии. Я думаю, что прежде всего, каким-то образом, именно католическая традиция в самом широком смысле слова, под этим я подразумеваю всю ортодоксальную патриотическую традицию, включающую в себя православие, римокатолическую церковь, англиканскую, высокую церковь, всех, кто связывает себя с этой традицией, именно эта традиция может мыслить в терминах аналогического посредничества, когда все на самом деле указывает на Бога. И чем больше мы видим, что все указывает на Бога, тем яснее мы начинаем видеть все в трансформированном, преображенном свете. По разным причинам, которые я пытался сейчас изложить, мне кажется, что споры между либеральными богословами и ортодоксальными богословами сейчас не так актуальны, как это было раньше. Я полагаю, что наиболее важная причина этого состоит в том, что либералы все больше и больше тяготеют к тому, чтобы стать просто агностиками или атуистами, или заняться религиоведением, или они занимают какую-то, я бы сказал, межрелигиозную, постхристианскую позицию. Это привело к общему ослаблению либерального течения в богословии. Все более и более я убеждаюсь в том, что если кто-то на Западе все еще занимается богословием, это, как правило, делается с ортодоксальной вероисповедной позицией. Когда я использую слово «ортодоксальный» в своем выступлении, я подразумеваю вероисповедальную ортодоксию, а не восточное православие. Итак, в ситуации, когда занятия богословием приобретают все более ортодоксальный вид, это новое разделение можно охарактеризовать, как кажется, с помощью, возможно, не совсем удачных терминов, «классическая ортодоксия» и «романтическая ортодоксия». Под этими терминами я подразумеваю следующее. Классическая позиция, хотя она на самом деле не совсем классическая, но, я думаю, можно использовать этот технико-юридический термин, настаивает на важности использования интеллекта в богословии, но интеллекта скорее в объективистском, бесстрастном, научном понимании. Таким образом, эта традиция считает крайне важными рациональные доказательства бытия Божия, рациональное доказательство достоверности и необходимости откровения, рациональную оценку того, насколько откровение достоверно в отношении чудес и так далее. Более того, здесь есть тенденция воспринимать само откровение как набор возвещенных свыше утверждений, который может быть объектом скорпулезного интеллектуального анализа. Зачастую такой подход к богословию тяготеет, с одной стороны, к традициям англосаксонской аналитической философии, а с другой, как мне кажется, к определенному приятию либеральной, капиталистической, демократической современности. Другими словами, до определенной степени можно сказать, что эта традиция говорит о том, как можно быть ортодоксальным христианином и, притом, хорошим американцем. Частично по этой причине я отношусь к вышеописанному с некоторым подозрением. В подавляющем большинстве случаев именно эта традиция как раз склонна проводить резкое разделение между природой и благодатью. Это, как мы ее называли, классическая традиция, говорит, что естественное рассуждение о Боге — это нечто совершенно отдельное от откровения. Такое рассуждение никоим образом не ожидает прихода благодати. Благодать, напротив, должна рассматриваться как свободный дар, отличный от разума. И эта склонность настаивать на автономии человеческого разума, как правило, приводит к секулярным подходам к таким явлениям, как политика и экономика, что в данном контексте вполне совпадает с резким разделением между церковью и государством в Америке. Эта тенденция может принимать более либеральные или более консервативные формы, в зависимости от того, говорим ли мы о экклезиологии или о политике. Относительно либерально настроенные люди предпочитают настаивать на автономии человеческого разума. Они утверждают, что мы можем найти общий язык с нехристианами в том, что касается этики и политики, что одни и те же основные аргументы относительно этики и политики могут быть приведены любым человеком, независимо от того, христианин он или нет. А более консервативно настроенные люди занимают похожую позицию из-за того, что они считают, что победить в спорах относительно таких вещей, как, например, аборты, можно строго в рамках рациональной аргументации, опираясь на естественные законы и без того, чтобы прибегать к аргументам, непосредственно следующим из Нового Завета. В некотором смысле люди, которых я предпочитаю называть романтиками, пытаются противостоять как либералам, так и консерваторам, всей, как мы ее назвали, классической ортодоксии. Именно этот так называемый романтический подход я целиком поддерживаю. Такой подход можно ассоциировать с наследием движения новой богословия в истории католического богословия 20 века. Важно отметить, что такие люди, как Анри де Любак, Жан Даниэлу, Ханс Урс фон Бальтазар, очень интересовались греческим святоотеческим наследием. Они, как мне кажется, справедливо отрицали, что это наследие противоречит тому наследию, которое берет начало от Августина, и говорили вещи, очень близкие в каком-то смысле к восточному православному учению. Я также думаю, что их образ мышления во многом совместим с так называемой софиологической традицией в русском наследии. По моему мнению, одна из наиболее замечательных черт русского интеллектуального наследия — то, что оно не разделяло так уж сильно философию и богословие. Потому что отцы церкви не считали себя богословами, но не философами, или наоборот, философами, но не богословами. Они считали, что богословие в каком-то смысле и есть христианская философия. Мне кажется, что Соловьев, например, возвращает именно такое понимание, и поэтому он не проводит резкого разделения между природой и благодатью. Он отстаивает позицию, что мы от природы ориентированы на блаженное видение, на получение благодати, хотя мы не можем требовать того, что должно оставаться даром. Таким образом, мы приходим к парадоксу. Мы можем достичь нашей природной, естественной цели только в том случае, если мы получим нечто за пределами нашей природы в качестве дара. Мы можем стать собой только в том случае, если мы получим нечто, не принадлежащее нам. Мне кажется, это тот парадокс, который лежит в самом сердце христианства. Он вполне согласуется с тем фактом, что природа, прежде всего, является даром, ибо она сотворена. Он согласуется и с тем фактом, что единственный, полностью человечный, человек, когда-либо живший, был божественной личностью в двух природах. Этот факт согласуется с христологией Кирилла, но никак не не столь. Я полагаю, что именно это единство, внутреннее единство природы и благодати, которое лежит в основе учения об обожении, Анри де Любак и его соратники старались восстановить на Западе. Они, как мне кажется, старались доказать, что это понимание было утрачено на Западе, возможно, гораздо позднее, чем казалось некоторым на Востоке. На самом деле, оно не утрачено Августину. Во многих отношениях оно проявляется и у Фомы Аквинского, который читал Иоанна Дамаскина, и Дионисия Реопагита, и так далее. Однако то, что вызывает у меня сожаление, это более позднее развитие, которое пошло по ложному пути в Средние века. Я думаю, что именно в Средневековье на Западе возникло это ощущение разрыва между природой и благодатью, когда появилась эта модель двух уровней. Идея, что можно рассматривать этику, политику, нашу земную жизнь вне какой-либо связи с благодатью или откровением, что можно приводить исключительно природные аргументы доказательств бытия Божия, которые не связаны ни с каким естественным ожиданием божественного дара. В конечном счете, это приводит к западной идее о секулярной автономии, идее, что мы можем полностью управлять своей жизнью в определенных областях без упоминания Бога. Это приводит также и к зарождению представления о философии, как о чем-то совершенно автономном и не связанном с богословием. По иронии судьбы, такое представление отступает даже от языческих воззрений. Даже Платон и Аристотель считали, что их мудрость — это участие в божественной мудрости. Так что в некотором смысле эта идея чисто автономной философии является своего рода порочным изобретением неправильного богословия. Таково мое мнение. Более того, я думаю, что следование этому пути приводит к разрыву между волей и разумом. Такой способ созерцания, который я называю классическим, оказывается, как правило, сверхрационалистическим. Этот способ мышления предполагает возможность применения разума, так сказать, нейтрально, вне связи с представлением об истинном правильном желании. Правильные желания объединяют волю и разум в единое целое. Чем больше подчеркивается полная независимость разума, тем сильнее становится ощущение, что воля есть лишь некий анархический акт чистого выбора, осуществляемого не на основании истинного желания. Правильное христианское представление утверждает, что мы свободны только тогда, когда желаем добра. И мы на самом деле не используем свою волю свободно, пока мы не желаем добра, потому что мы находимся под контролем того, что меньше добра, под контролем зла, проявляющегося как отсутствие добра. Более того, можно даже сказать, что мы находимся под контролем демонических сил. Так что я думаю, что подход, который я называю классическим, это подход, предполагающий четкое разделение между природой и благодатью. Это подход, который воспринимает разум в довольно узком смысле и не желает видеть, что разум по своей природе тесно связан с правильным желанием. Этот подход не признает, что мы можем использовать свой разум только после того, как примем определенные допущения. Мы можем использовать свой разум только тогда, когда мы смотрим в определенном направлении, пытаемся следовать определенной интуиции. Я думаю, что более романтическое понимание разума соответствует мышлению отцов церкви, потому что христианское богословие основано не на наборе откровений. Оно основывается и не на рационалистическом разъяснении некоторых решений, принятых соборами. Решений, которые иногда рассматриваются как чисто юридические постановления. Очевидно, что решения принимались, и очевидно, что они имели юридический аспект. Очевидно также, что мы не можем полностью отделить богословие от канонического права. Но, с другой стороны, нужно помнить, что решение соборов — это попытка защитить то, что до определенного момента было в неявном виде присуще христианскому пониманию, христианской духовности и христианской практике. Правовой аспект, если угодно, вторичен по отношению к мистицизму, духовности и невыраженному словами течению традиций. Мне кажется, что это соответствует ортодоксальному взгляду. Прежде всего, мы должны увидеть, что ортодоксия, вероисповедальная ортодоксия, уходит своими корнями в традиции, основанные еще Оригеном и Иринеем. Здесь стоит особенно отметить две вещи. Традицию духовного чувствования и традицию типологического, аллегорического толкования Священного Писания. Ведь мы не можем действительно понять учение о воплощении или учение об обожении до тех пор, пока у нас нет понимания того, что во время литургии наши обычные физические чувства возводятся к восприятию чего-то трансцендентного, превосходящего эти чувства. Представление о духовном восприятии, о духовных чувствах — это чисто христианское учение. Мы говорим не просто об озарениях души. Мы говорим об озарениях души и тела вместе взятых. Таким образом, идея, что можно охарактеризовать духовную жизнь с точки зрения пяти чувств, которые мы встречаем у Оригена, как раз отражает эту целостность восприятия, подчеркивая при этом нашу телесность наравне с духовностью. Я, как и многие другие мыслители, высказывал предположение, что духовное чувство или греческое понимание Писания сходятся вместе в «Песне-песне», книге, которая представляет собой самое, пожалуй, сильное и глубокое пророчество о единении души с Богом, о единении Христа с Церковью, и в то же время выражает духовное в высшей степени чувственным языком, можно даже сказать, эротическим языком. Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о том, что, по моему мнению, такие люди, как Делюбак, фон Бальтазар, кардинал Скола, Ратцингер, совершенно справедливо заявляли, что в условиях нынешнего мирового кризиса, межполовых и сексуальных отношений, сейчас мы должны настаивать на буквальном значении этой метафоры. Очевидно, мы должны больше думать о природе брака как таинства, о его связи с Евхаристией, о важности брачной жизни как духовного пути, и в некотором смысле даже как об одном из видов аскезы, наряду с безбрачной жизнью. Мы должны сейчас сознательно подчеркивать роль чувства, воображения, эстетики в большей мере, нежели это встречается свято-отеческой или средневековой традицией. Можно сказать, что все эти явления присутствовали в традиции в скрытом виде, но в некотором смысле непризнание о целостности человеческого мышления, того факта, что человеческое мышление идет от сердца, а также представление о духовных чувствах у Оригена — это размышления о библейской центральности, сердце. Следует сказать, что это представление не было достаточно четко оформлено, и поэтому возможность его рационалистической редукции так и не была полностью исключена. Так что, на мой взгляд, это весьма промыслительно, и более того, это действие Святого Духа, что после крайностей рационалистического просвещения мы, наконец, начинаем осознавать, как именно разум связан с чувствами, воображением, нашим восприятием красоты и душой. Именно поэтому я думаю, что совершенно не случайно люди, которые первыми открыли для себя аутентичную христианскую ортодоксию в наше время, были в основном людьми искусства или литературными деятелями. К их числу относятся, например, Достоевский, Джерард Мэнли Хопкинс, в некотором смысле кардинал Ньюман, затем Кладель и Пиги, на британских островах Толкин, Ильюис, Чарльз Уильямс или Дороти Сейерс. И во многих отношениях эти люди видели гораздо больше, чем профессиональные богословы, и профессиональным богословам приходилось в некотором смысле догонять их. Потому что, как мне кажется, они каким-то образом уловили, что понять историю Бога-Творца Бога, ставшего плотью, означает воспринять ее через воображение, увидеть, что реальность сама по себе величайший возможный акт воображения, и что в воплощении, как об этом говорит Толкин, миф и история сливаются воедино. Это похоже на то, как если бы мы были в мире, который не является ни полностью историческим, ни полностью вымышленным, но представляет собой и то, и другое одновременно. Вот в целом, почему я думаю, что романтический путь, как я его называю, ведет вперед, и именно этот путь больше соответствует восточной традиции. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.